Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Подписывайтесь на него, если еще не сделали этого. На моем канале очень много интересных полезных видео про маникюр. А сегодня у меня коррекция нарощенных ногтей, которые биологически опускаются вниз. Будем их поднимать и выполнять яркий солнечный дизайн с новыми цветными гель-лаками от OnlyFrench. Прежде чем мы начнем коррекцию, я хочу показать вам новые цвета гель-лаков от OnlyFrench. Это пигментированные цвета гель-лаков, которые не текут на ногти и имеют большую яркую цветовую палитру. Ссылка на сайт есть в описании под этим видео. А также OnlyFrench предоставляет скидку 20% на любой заказ по купону BUGRI20. Подробнее вы прочитаете обо всем в описании к этому видео. Этим ногтям больше месяца, поэтому длину мы срезаем фрезой. На то количество, сколько отросло. Снимаем цвет фрезой и внимательно оцениваем цвет материала. В моем случае это камуфляж. И если есть пятна бледнее, чем сам цвет камуфляжа, то это воздушные карманы и их нужно выпиливать. Субтитры делал DimaTorzok С прозрачным гелем все проще. Там сразу все видно. Видно, где материал плотно прикреплен к ногтю, а где есть белесые пробелы. У нас на указательном ногте довольно большая отслойка была. Мы ее убрали. И теперь убираем птериги для подготовки ногтя к следующему этапу. Субтитры делал DimaTorzok Кутикулу я срезаю шаром. Это просто и быстро, но можно сделать это и ножничками. Ногти перед покрытием нужно обезжирить, удалить влагу. На месте большой отслойки можно нанести дополнительно кислотный праймер. И наносить затем вазу тонким втирающим слоем. Просушили базу, а теперь моделирование гелем. Я использую разные гелии. Это гелии из пузырьков, как гель-лак, и гели-желе, и средней консистенции гели. И каждый использует то, что удобно. В последнее время я выполняла коррекции твердым гелем без опила. Есть такая техника на моем канале. И вот в этот раз я хотела попробовать также с вниз растущими ногтями. Моделируя архитектуру ногтевопластины, стараясь, чтобы ноготь получился ровным, без каких-либо горбинок. В целом, если подпилить нижние параллели и торец, то можно справиться практически без опила. Но раз уж пилка уже в моих руках, я оформляю четкий ровный переход от апекса к торцу. Ноготь мы приподняли, но при этом он выглядит натуральным. Остается выпилить толщину снизу фрезой. Для дизайна мы выбрали яркий солнечный цвет. Он очень теплый, такой желто-горячий. Гель-лак имеет такую консистенцию, что не растекается. Это, конечно, плюс, но и один слой на ногте выглядит достойно. Два ногти оставляем без цвета, там будет дизайн у нас. Покрываем вторым слоем цвета, чтобы все-таки оттенок был однородным. На двух ногтях без покрытия я рисую лепестки черной гель-пастой без липкого слоя. При этом сам ноготь должен быть обязательно забафлен. Субтитры сделал DimaTorzok Мы сушим эти цветочки 40 секунд в LED лампе 48 Вт. И затираем после этого их золотой втиркой. Наш маникюр становится не только горячим, но и горящим. Покрываю все ногти финишем. Ногти с втиркой лучше покрыть в два слоя, чтобы втирка не затиралась впоследствии носки. Финиш от OnlyFrench без липкого слоя, поэтому после просушки я дополняю дизайн белыми тонкими линиями. Это также гель-паста без липкого слоя, поэтому покрывать ее больше я ничем не буду. Еще хочу обратить внимание ваше на просушку больших ногтей. Часто не просыхает зона у кутикулы. Да, гель-лак пигментированный, но тут дело не в нем. Ведь остальные ногти-то просохли, а вот большой не сохнет. И причем только у кутикулы. То есть клиент кладет пальчик не глубоко в лампу. От этого такое происходит с пигментированными гель-лаками. Я в таких случаях делаю слои тоньше и контролирую клиента в лампе. И наш маникюр готов. Идея дизайна абсолютно с точностью повторена с этой картинки. А к вам часто приходят клиенты со своими картинками. Обычно это происходит тогда, когда нет своей палитры с дизайнами. Что ж, будем пополнять ее. А у меня на этом все. Если видео было полезным и интересным для вас, ставьте палец вверх. Мне будет очень приятно. А я всем желаю творческих успехов и до скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok